Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что российское телевидение уже давным-давно является поставщиком отборнейшего га... г... годноты. От различных ток-шоу до сериалов. И сегодня нас интересует именно последнее. Вы наверняка знакомы с огромным количеством русских сериалов, начиная с нетленной классики вроде «Счастливы вместе», «Универ» и «Ранетки», заканчивая современными хитами, которые навсегда войдут в историю. «Физрук», «Гусар» и «Саша Таня». Как минимум, если вы не знакомы с ними лично, то, скорее всего, встречали их в мемах. К сожалению, практически у всех сериалов есть одно неприятное свойство – они рано или поздно заканчиваются. Но заботливые создатели знают, насколько огромная армия фанатов их шедевров, поэтому они не жалеют своих сил и средств, чтобы хоть как-то обрадовать поклонников их произведений. И один из таких способов побаловать свою публику – это создание видеоигры. Ведь что может быть лучше русского сериала? Правильно, только его игровая адаптация. Ну что ж, вы на канале XDelete. И сегодня мы с вами окунемся в прекрасный мир игр по мотивам русских сериалов. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое словно вирус. Эх, наверняка после этих строк каждый олдфак смахнул со своего лица ностальгическую слезу, вспомнив забавные ситуации, которые происходили в семье Воснецовых. Какую же игру подготовили для таких фанатов создатели сериала? Вы, вероятно, уже удивились, но это хоррор-квест. В то время как в сериале нам показывали лишь банальные житейские ситуации, вроде проблем в школе или необходимости прибирать свою комнату, в игре же разработчики решили продемонстрировать весь ужас и всю изнанку ситуации, при которой отец-одиночка вынужден выживать со своими дочками. Неудивительно, что в игре он просто оставил их на произвол судьбы. Но что же конкретно здесь говорит нам о том, что это хоррор-игра? Во-первых, это отсылки на различного рода ритуалы жертвоприношения. Даша и вовсе должна провести обряд посвящения в год и в ужасном подвале. Но нарисованная пентаграмма явно намекает на нечто другое. И все это для того, чтобы ей вернули ее же музыкальный диск. Во-вторых, пятилетняя пуговка сама должна искать деньги на проезд отцу, который просто стоит и ничего не делает. А Женя и вовсе собирает противных пауков в квартире бабушки. И что вообще такое этот крем для задних ног? Ну и в-третьих, вы вообще видели Полежайкина? На лице у него, конечно, радость, но за ней определенно скрывается боль. Вероятно, Галина Сергеевна использует его в качестве своего раба. Ну или же она так компенсирует то, что отец никак не занимается ее воспитанием и не может быть хорошим примером мужчины. А еще у него лицо выглядит так, будто бы он в улей заглядывал. Изначально может показаться, что это простая игра на поиск предметов. Но на самом деле, перед нами настоящий квест. Вы не просто должны что-то найти, от вас потребуется правильное применение этих вещей. Кроме того, как вам головоломки на правильное разложение носков? И подобного в игре невероятно много. Кстати, в папиных дочках даже есть встроенный пинг-понг. Что же до поиска предметов, то сложнее игры я еще не встречал. Как принято говорить, это своего рода Dark Souls от мира Hidden Object. Только человек со сверхзрением может найти визитку за ухом Тамары. В общем, папин и дочки – это просто мастхэв для фанатов сериала. Но только будьте готовы к самым настоящим семейным кошмарам. Ну, зато вас ждет множество отсылок на оригинал. Каждый из нас мечтал хотя бы раз побывать на концерте любимой группы или даже самостоятельно сыграть их самые хитовые композиции. Но что делать, если ваши любимые исполнители уже давно не выступают, а ваш талант далеко не в том, чтобы играть на музыкальных инструментах? Специально для таких случаев существует ритм игры наподобие Guitar Hero. Но, к сожалению, их разработчики просто не обращают свое внимание на русские песни. Но не расстраивайтесь, решение этого есть. Представляем вам игру Ронетки Game Life. В ней вы сможете выбрать одну из девочек-ронеток и почувствовать все то, что ощущали они, выступая перед своими фанатами. Все их хиты идут в комплекте. Мы такие детки, мы Ронетки. Это все о ней, это все о нем. А также о тебе все мысли, о тебе все слезы. Согласитесь, внутри сразу что-то ёкает. А вот только песни открываются постепенно, и чтобы получить возможность их сыграть, придется репетировать. И далеко не один раз. Зато после репетиции мы сразу отправляемся в турне по стране, где получаем все эмоции от концерта Ронеток. Кстати, уровни за каждую из Ронеток отличаются, ведь инструменты-то у них все разные. И, кстати, им даже можно поменять одежду. Как и ожидалось, проще всего играть на бас-гитаре. Кто-то может поругать игру за плохую оптимизацию, в связи с чем вы видите низкую частоту кадров. Но на самом деле это создавалось специально для полного погружения, для того, чтобы показать, как сосредоточены Ронетки во время своих концертов, и какой это труд играть на сцене. Кроме того, все замедляется, для того, чтобы мы могли запечатлеть каждый момент этого прекрасного мгновения в своей памяти. Ведь жизнь так коротка, и важно помнить все самое приятное. Кстати, пишите в комментариях, на какой концерт группы вы бы хотели сходить, или уже сходили. Давайте не стесняйтесь, делитесь своими впечатлениями. Сегодня немногие вспомнят веселые истории из жизни семьи Звездуновых. Но у тех, кто все же о них знает, наверняка на лице уже появилась улыбка. Удивительно, что игра 33 квадратных метра появилась только спустя три года после закрытия сериала, но приятно, что создатели помнят о своих фанатах. Этот проект был сделан в стиле популярной некогда игры «Как достать соседа». Но уже при первом запуске все достоинства 33 квадратных метров, по мотивам русского сериала, видны невооруженным взглядом. Во-первых, это настоящая 3D-графика, а не банальные нарисованные персонажи. Во-вторых, по пространству мы можем перемещаться не только влево и вправо, но и во всех направлениях. Да, кто-то скажет, что такое же было и во второй части Neighbors from Hell, но там это было реализовано плохо и не совсем полноценно. А вот создатели 33 квадратных метров смогли прыгнуть выше головы. К тому же, теперь наши соседи не наказывали нас, если мы находились с ними в одной комнате. Важно лишь соблюдать дистанцию, чтобы они вас не заметили. Стоит сказать и о том, что каждый уровень в игре — это новая локация, поэтому вы всегда будете тренировать свою память, запоминая пути отступления и придумывая каждый раз все новые и новые ловушки. Кроме того, даже расправы над нашими недоброжелателями в этой игре выглядят куда комичней и абсурдней. И тут мы играем не за одного, а сразу за нескольких персонажей. Ну, конечно, по очереди. Тем более, это наши старые знакомые из семьи Звездуновых, а не какой-то там ну-нейм персонаж. Вообще, этот плюс присущ всем играм по русским сериалам. Нам всегда отводится роль любимого нами героя, или же мы их встречаем по ходу прохождения. Эх, всегда приятно провести лишние минуты в присутствии знакомых ребят. В общем, если вы ищете веселую аркаду на вечер, вперед играть в 33 квадратных метра. Итак, перед нами еще одна игра по мотивам сериала от СТС. Телеканалу вообще нужно отдать должное. Он, как никто другой, стремится к тому, чтобы радовать фанатов своих сериалов игровыми адаптациями. И если Ранетки — это своеобразный отечественный ответ Guitar Hero, то Кадетство — новая история — это попытка воссоздать були от Rockstar, но в российских реалиях, и с более правильным посылом, без хулиганства и откровенного издевательства над своими ровесниками. При этом мы точно так же, как и в поделке от Rockstar, бегаем по кадетскому корпусу, разговариваем с товарищами и выполняем их различные поручения. От необходимости установить игру с ухомлина на местный компьютер, до поисков еды для вечно голодного Степана Перепечка. Между этим мы, конечно же, посещаем уроки и участвуем в небольших мини-играх вроде танцев и написания стихотворений. Особенно хотелось бы отметить занятия, на которых юные и не только игроки могут почерпнуть для себя новые и полезные знания. Впрочем, жизнь кадета — это не только знания и тренировки. Ведь куда кадет без любви? Да, в игре кадетства даже частично реализовали симулятор свиданий. Ведь мы можем вести диалоги с девушками. Просто удивительный проект. Даже графически игра ушла недалеко от своего предшественника Були. Поэтому тут можно сказать только одно — постарались на славу. Ставьте лайки в поддержку отечественного производителя. Или овчарки. В общем, сейчас поймете. Сегодня жанр Point&Click переживает не самые лучшие времена. В рамках него мы можем назвать огромное количество хороших игр из прошлого. Но чтобы перечислить добротные современные проекты, хватит и пяти пальцев. И один из них мы обязательно загнем, когда назовем игру Мухтар и его команда. А, собственно, из названия жанра вы уже поняли суть игры. Мы играем за оперу полномоченного Максима Жарова. И в компании Пса Мухтара расследуем дело, путешествуя по локациям, которые очень хорошо передают дух России. И все это достигается за счет соответствующей графической составляющей. К тому же каждый фон в игре украшает наш верный товарищ Мухтар. Даже если он просто сидит и ничего не делает. Также мы не просто ищем улики и передаем их в отдел, а еще и общаемся с людьми. В игре есть даже целая диалоговая система, а за качество и количество катсцен разработчикам можно сказать спасибо. А у какой же квест без головоломок? Создатели игры очень постарались, поэтому квест Мухтара и его команда без каких-либо сомнений можно назвать достойным представителем своего жанра. Да, некоторые игроки могут пожаловаться на слишком долгие темные экраны во время перехода между локациями, даже в рамках одного уровня. Но нужно понимать, что все это создано для того, чтобы у нас было время подумать. Ведь в этой игре мы расследуем далеко не самое простое дело. Впрочем, для того, чтобы избежать спойлеров, мы не будем раскрывать его подробности. Ведь нет ничего хуже, чем узнать раньше времени хоть какие-либо детали сюжета в таком непростом жанре, как детектив. Поэтому мы просто пойдем дальше. Ну а если серьезно, вы вероятно уже догадались, что все эти игры просто ужасны. Никто из игроков не должен и касаться всего этого добра. Единственным оправданием может служить лишь то, что вы каким-то образом являетесь фанатом первоисточника. Ну или же, не знаю, собираетесь делать подобный ролик. Хотя даже в таких случаях вам будет больно. Очень больно. И это далеко не все игровые адаптации русских сериалов. Ведь у нас есть различные гениальные поделки для смартфонов. Вроде игры Бородач, Универ и Симулятора Фомы. По мотивам физрука. Но это типичные для мобильного рынка продукты с донатом и ежедневными активностями. Да, Бородач это что-то вроде квеста, но с нас сегодня достаточно и Мухтара. А сколько игр по мотивам сериалов было во времена Джава и Флэш-игр? Сложно представить, но там наверняка ситуация обстояла еще хуже. Впрочем, нашего здоровья на них уже не хватило. Да и к тому же этих пяти примеров вполне достаточно для того, чтобы понять, что игры по русским сериалам это идеальный пример худшей игровой адаптации во всей истории. А если быть точнее, то шести примеров, ведь папиных дочек целых две части. Да, после такого нам определенно нужно будет подлечиться, как в плане медицины, ведь мы просто убивали все свои нервы, так и в плане хороших игр. Ну а если вам понравился этот ролик и вы окажете ему хорошую поддержку, мы можем сделать еще одно подобное видео, только взяв игры по мотивам русских фильмов. Там годного контента не меньше, а может даже и больше. Так что ставьте лайки, чтобы этот ролик поскорее вышел. А желательно до того, как мы полностью восстановимся после пройденного, чтобы уровень эронии и боли был еще выше. Кроме этого, восстановиться после плохих игр нам помогает и поддержка наших спонсоров с Ютуба, Бусти и Патреона. Если вам понравился сегодняшний ролик и вы тоже хотите поддержать наш канал, сделать это можно по ссылкам в описании, ну или же с помощью спонсорской программы прямо здесь на Ютуб. Благодаря этому вы не только оказываете непосильную поддержку нашему каналу, но и получаете приятные бонусы с нашей стороны. Командный мерч, ранний доступ к новым роликам и эксклюзивный доступ ко внутреннему блогу. Ну и пишите в комментариях, сталкивались ли вы с игровыми шедеврами по мотивам русских сериалов, или эта беда обошла вас стороной? Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и бить в колокол, чтобы всегда быть в курсе новых роликов. Спасибо, что заглянули и до скорых встреч на канале XDelete.